Итак, у нас шесть вечера, четверг, а это значит, что мы встречаемся в открытом лектории. Сергей, я тебе, знаешь, мигаю одним глазом, намекаю на то, что мы сейчас уже начинаем. Вот. У нас сегодня в гостях Сергей Габайдулин, Chief Business Development Officer проекта SIGFOX Russia, провайдер готова к решению и услуг интернета вещей. Сергей около 10 лет работает в корпоративных финансах и в области финтеха на разных ролях, на разных позициях, в разных структурах и стартапах. Занимается развитием бизнеса и поиском партнеров в России. И сегодня Сергей выступит с лекцией интернет вещей, будущее или настоящее? Знак вопроса. IoT как инструмент цифровой трансформации. Сережа, пожалуйста. Да. Так, секунду, я посмотрю, никого ли больше у нас не висит, чтобы перед тем, как начинать окончательно. Хорошо. Меня слышно, Лер? Я отключился? Да, 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 все отлично слышно. Все. Тогда давайте начинать. Смотрите, первая версия этой лекции была достаточно техническая. Поэтому я решил, что если будет интерес по итогам этой лекции, например, будет много вопросов про какие-то технические аспекты интернета вещей, в какие стороны он сейчас развивается, куда движется, какие тренды последние, я думаю, мы можем сделать еще одну лекцию. А сегодня я хотел бы скорее, ну, наверное, погрузить немножко вас в целом в то, что такое интернет вещей, показать какие-то пару примеров и, наверное, рассказать про типовое решение и, в принципе, в чем ценность интернет вещей для заказчиков, для бизнеса в основном, потому что наша компания, она работает именно в сегменте B2B. Собственно, первое, с чего стоит начать, это, наверное, почему мнение обыватель сильно отличается от реальности. На самом деле это очень насущная проблема, особенно, как казалось бы, наверное, для B2B это не так страшно, но на самом деле для B2B это особенно страшно, потому что, приходя к заказчику и продавая ему какие-то решения, мы видим, что зачастую у людей очень завышенные ожидания от того, что мы можем предложить, зачастую они даже нереализуемые. С чем это связано? Ну, такое легкое введение в тему. Крупные компании из сферы интернет вещей периодически, ну, где-то с периодичностью раз в год проводят опросы, проводят опросы на предмет того, что как потребитель видит решение интернет вещей и что он подразумевает под этим. В основном это делается, конечно, компаниями, которые работают в B2C, для того, чтобы просто как-то четче сформулировать свое ценностное предложение, да, и там увеличить продажу. Вот, я примерно постарался подыскать визуальное изображение 80% ответов. Очень частый ответ, очень частый ответ, что такое интернет вещей, это умный бытовой прибор. Я в данном случае изобразил холодильник, это не особо принципиально. Чаще всего вспоминают холодильник, чайник, мультиварку, кто-то вспоминает лампочки, это, видимо, вот тоже российская история, дань умному дому от Яндекса. Очень многие говорят про VR. VR-очки, дополненная реальность, хотя, по сути, это разные технологии, но, тем не менее, их воспринимают как часть интернета вещей. Очень частый ответ также, это как раз вот какие-то интерактивные поверхности, умные столы, которые сейчас стали появляться, но я имею в виду столы, на которых вы можете условно, как на iPad, там сделать его рабочим пространством и заменить себе компьютер. Собственно, в чем причина такого расхождения, ну, почему люди вообще, в принципе, именно вот эти вещи называют интернетом вещей, это в первую очередь, конечно, кинематограф и различная фантастика, которую люди читают, то есть это кино и книги. Вот в правом нижнем углу вы видите картинку, это, собственно, картинка из сериала «Черное зеркало», многие, возможно, видели, которая базировалась, когда делали эту серию, на марсианских хрониках Рея Брэдбери в том числе. И надо сказать, что Рей Брэдбери, он был вообще одним из первых, кто в своем произведении, именно в «Марсианских хрониках», описал концепцию умной телестены, так называемой. И там у нас, если я правильно помню, персонажи спорили на предмет того, чтобы купить четвертую телестену, то есть три у них уже было, а вот четвертой им не хватало. Ну, то есть, соответственно, важную роль в формировании образа технологий всегда играл кинематограф и там литература, поэтому вот здесь вот я изобразил такие основные, ну, не основные, скорее такие частные примеры, известные из художественной литературы, из кинематографа, где так или иначе была показана какая-то часть концепции интернета вещей. На самом деле, если обратить внимание, все вот эти вот четыре ответа, они, у них есть одна общая черта, они относятся к концепции умного дома. То есть, эта концепция чаще всего появляется в произведениях литературных, в кино, ну, то есть, она мелькает практически постоянно. Наверное, отчасти из-за того, что, в принципе, на слуху, как правило, те технологии, которые относятся к B2C-сегменту, да, потому что они рассчитаны на нас с вами, что-то из этого мы видели у друзей, что-то покупали сами, поэтому они более-менее на слуху. Технологии, которые применяются, например, B2B, там, для цифровизации промышленности и так далее, они, как правило, не очень известны о простом обывателе. Причем здесь хочу обратить внимание просто тоже на два произведения с этого слайда. Собственно, вот эти фильм Диснея, который вышел в начале 2000-х, когда еще интернет вещей практически, ну, он только начинал свое становление, и вот эта серия скандального мультсериала, оба этих произведения, они базировались на марсианских хрониках Рейбреда. Просто трактовки очень разные, что говорит, опять же, о том, что огромное количество трактовок, и люди практически представляют, о чем конкретно они говорят, что такое интернет вещей. Это первая причина, почему существует некие исхожения, такая, знаете, больше вводная, я бы сказал, не техническая. Вторая история, почему люди не совсем понимают термин интернет вещей, состоит в его фундаментальной, я бы сказал, фундаментальной ошибке, которая допущена основателем Кевином Эштоном, который придумал концепцию интернета вещей в 1999 году, он сформулировал вообще термин Internet of Things, и вот в этом термине есть как минимум одна глобальная ошибка. Это слово интернет. То есть для простого обывателя интернет и World Wide Web, например, это одно и то же. Хотя по большому счету мы понимаем, что интернет это, по сути, способ передачи информации, в то время как World Wide Web это способ организации информации. Поэтому в данном случае имелось в виду вовсе не интернет как способ передачи информации, а именно способ организации информации, некая паутина вещей. То есть сейчас последние тренды это называть интернет вещей паутиной вещей. То есть в Web of Things есть уже целое движение в Ассоциации интернет вещей мировой, которая выступает за то, чтобы переименовать этот термин. Собственно говоря, это первая неточность, то что речь шла вовсе не об интернете, а второе это то, что люди видят слово вещи, и у них автоматически появляется такая идея, что ключевым элементом решения интернета вещей является датчик, устройство какое-то и так далее. То есть железо, что на самом деле совсем не так. Ну да, это даже не то, что отчасти неверно, это совсем неверно. Вот. Ну давайте плавно переходить это вступление, собственно, к тому, что такое вообще интернет вещей. Есть очень большое количество определений, я специально здесь вынес несколько разных. Вот тут, собственно говоря, определение с сайта РБК. Там Гартнер, это очень известный IT-глоссарий американский, компания McKinsey. Все эти определения, с одной стороны, описывают, что такое интернет вещей, с другой стороны, они делают акценты на разных частях решения интернета вещей. Вот посмотрите, например, РБК выделяет как главную часть решения, это концепция сети. То есть как бы подразумевается, что главная часть решения – это сеть. То есть это способ, которым вы передаете информацию. То же самое, например, компания DC. Да, McKinsey и Гартнер делают акцент на физических объектах, то есть на датчиках. Мы чуть позже рассмотрим типовое решение интернета вещей, из каких частей оно состоит. И тогда я как раз скажу, собственно говоря, что является главным, на мой взгляд, да, и какие вообще, в принципе, есть элементы у классического решения. Мне очень понравилось определение, я его сейчас добавил, к адвайзера, которое они написали в своем ежегодном исследовании. Оно, на самом деле, не очень сильно описывает, что же такое интернет вещей. Но мне очень понравилось, что они сделали акцент, во-первых, на том, что это новый этап развития интернета, с одной стороны, с другой стороны, на слове «данные». Несмотря на то, что данные не являются элементом решения, но данные – это главная ценность интернета вещей. То есть вообще, в принципе, зачем нужен интернет вещей, если мы говорим про B2B? Ну, на самом деле, это B2C тоже примитивно. Это формирование огромного набора данных и потом анализа этих данных для того, чтобы в дальнейшем, скажем так, исключить человека из каких-то процессов, то есть оцифровать их. А для того, чтобы оцифровать какие-то процессы, вам нужно, чтобы машины, различные устройства, компьютеры могли принимать решения самостоятельно. И они не могут это делать, естественно, если у них нет большого объема данных. Ну, тут некий roadmap. Классически очень многие сравнивают IoT и индустрии 4.0, ставят знак равенства. Ну, на мой взгляд, это не совсем корректно. Я бы сказал, что индустрия 4.0 – это более широкое понятие, которое включает в себя в том числе интернет вещей, и искусственный интеллект, и блокчейн на сегодняшний день. То есть, по сути, это такое, я бы сказал, умное предприятие без людей. Вот если так грубо определять эту концепцию. По большому счету, интернет вещей, вот здесь вот написано, today, то есть индустрия 4.0, по сути, получила развитие не так давно, как концепция. И интернет вещей получила развитие не так давно, как концепция. Он стартовал, как я уже говорил, в 99-м году. Но этому, тем не менее, предшествовало несколько событий, которые хотелось просто осветить, показать вам. В 1926 году было интервью Никола Теслы для журнала Colliers. Почему я его сюда вообще добавил? Это очень интересное интервью, если, я не знаю, можете найти в сети, или я потом ссылку скину, там есть какие-то выдержки из этого интервью. Никола Тесла в 1926 году уже предположил, что все приборы и вообще все радиоприборы будут связаны в одну сеть, все наши бытовые приборы станут умными, а средства управления этими приборами будут помещаться в карман. То есть, по сути, он предсказал будущую революцию, появление большого количества портативных устройств, в том числе смартфонов. Ну, понятно, что это было, наверное, отчасти такое пальцем в небо, но, тем не менее, очень интересно, когда человек за, там, условно, 80 лет до появления концепции предугадывает, и в 1990 году произошло знаковое событие. Один из выпускников MIT, собственно, вуза, в котором и в дальнейшем развивалась концепция интернета вещей, создал первый в мире интернет-вещь. Джон Ромке, я не знаю, какая у него была мотивация, честно говоря, хотел ли он сделать что-то действительно инновационное или просто цифровать свой быт, но, по большому счету, он подключил к интернету свой тостер, вот что он сделал. И в итоге в историю это вошло как первая в мире вещь, подключенная к интернету. В 1999 году появилась концепция термин Internet of Things. Впервые этот термин был сформулирован как раз Кевином Эштоном. Кевин Эштон был основателем исследовательской группы при MIT, как раз которая исследовала RFID-метки. Ну, я думаю, кто не знаком с RFID-метками, хорошим примером является, когда вы из магазина с книгой выходите, например, начинает пищать сигнал, вот вы в книге видите такую наклейку, собственно говоря. Вот это как раз RFID-метка. Они есть разные абсолютно, но вот как раз в 1999 году был организован на базе MIT исследовательский университет, в который входило на самом деле 7 разных университетов. И Кевин Эштон был основателем этой исследовательской группы. И он был сотрудником компании Procter & Gamble и, пользуясь разработками, которые он сделал в университете, он предложил руководителям компании, топ-менеджменту, внедрить RFID-метки для оптимизации процесса логистики и производства, для того, чтобы уменьшить ошибки, которые допускали люди. И считается, что это один из первых примеров, когда такая очень крупная компания Procter & Gamble, это одна из двух крупнейших MSG-компаний, наряду с Unilever, внедрили какое-то решение интернета вещей. Давайте посмотрим дальше. Понятно, что там была какая-то предыстория, какое-то развитие. Вопрос, в каком состоянии рынок сейчас. Вот на этом графике четко видно, что я здесь специально разделил B2B и B2C сегмент, потому что, по крайней мере, наша компания работает в B2B, и мы больше опыт имеем именно в этом направлении. Видно, что прогнозируется, что в будущем именно B2B будет занимать основную долю рынка, мирового рынка интернета вещей. Очень большим, ну, скажем так, революционным для развития интернета вещей послужило появление смартфонов и вообще пользовательских устройств, таких как умные часы, фитнес-трекеры, плееры, то есть все устройства, которые можно подключить к интернету, так или иначе, являются фактором развития рынка интернета вещей. То есть портативные устройства являются очень мощным фактором развития этого рынка. Тем не менее, ну, мы понимаем, да, там темпы роста населения замедляются, там смартфоны, как правило, ну, хорошо, у человека может быть один или два, а вот потребности бизнеса в этой части возрастают, ну, практически экспоненциально. Это связано с тем, что постоянно идет процесс удешевления комплектующих для датчиков, улучшение батареи, снижается энергопотребление, соответственно, вы можете там поставить условно какое-то, применять автономное устройство без подключения к сети, там, где раньше это было невозможно. Это привело к тому, что, по сути, вот здесь вот это изображено, вот видите, это палеты, так называемые, и там, которые используются в логистике, практически на каждую такую упаковку можно поставить отдельный датчик. Если раньше это было нецелесообразно, юнит-экономика не сходилась, то сейчас это возможно. Вот, но если брать рост рынка индустриального интернета вещей и исключать полностью там различные устройства, там, портативные личные наши смартфоны или устройства, которые просто подключены к интернету, брать именно датчики, то тут, конечно, рынок пока сильно меньше. Вот в 2020 году он где-то составил 800 миллионов подключенных устройств, и к 2030 году он планируется в районе 5 миллиардов подключенных устройств. Но, тем не менее, это значительный рост. Надо заметить, что компании, которые пришли в эту сферу, вообще в эту область, особенно европейские крупные компании, которые привлекали много венчурных денег в начале, там, десятых годов, они, конечно, надеялись, что рост рынка будет гораздо более стремительным. Но в начале, ну, там, условно, десятые, четырнадцатые годы чуда не произошло на самом деле. И там мировые кризисы и так далее, там кризисы, связанные с комплектующими, которые до сих пор еще частично, ну, и сейчас есть. То есть сейчас сроки поставки, например, катастрофически выросли. Если раньше вы могли там получить какие-то устройства, там, не знаю, через один-два месяца, сейчас, зачастую это полгода. Потому что реально предложение стороны поставщиков не справляется с тем спросом, который есть со стороны рынка и бизнеса. Вот. Собственно, немножко про структуру мирового рынка IoT. Это, на самом деле, интересная история. Вот в двадцатом году, видите, практически, ну, там, половину всех устройств, которые были на рынке, это речь именно про B2B рынок, составляли датчики ее позиций. То есть реально основным вопросом, который возникал у бизнеса, был вопрос, как мне отследить мои активы. Мои активами могут выступать и люди, активами могут выступать, условно, там, машины, это может быть какая-то тара, и так далее, и тому подобное. К тридцатому году, вот это, кстати, немножко удивительно для меня было, ну, по крайней мере, это много расходится с нашим опытом именно в России, что 80%, 80% всего мирового рынка планируется на датчиков, будут составлять датчики, определяющие геопозицию. То есть, в принципе, планируется сейчас, что там геопозиция будет в среднем расти в 12 раз быстрее, чем как отрасль, чем все остальные. Дам маленький комментарий по поводу мониторинга измерения, ну, может быть, не совсем понятно. Под мониторингом речь идет о мониторинге каких-то состояний, ну, например, условно, открыта или закрыта дверь, к примеру, да, там. Под измерением речь идет именно об измерении, количественном измерении какого-то показателя. Например, вы измеряете температуру, уровень СО2, влажность в помещении и так далее. То есть, это немного разная история. Умный дом и умный город, вот видно, что умный город, при том, что это была очень нашумевшая концепция, по сути, составляет даже в прогнозах всего один процент рынка. Конечно, это рынок, по сути, в устройствах. То есть, вопрос, что там будет в деньгах, наверное, это может быть немного отличаться. Но в целом, несмотря на то, что умный город такая вроде бы огромная концепция, многие решения, которые в рамках города применяются, они относятся просто к, уже относятся к другим концепциям. Например, там, если у вас там 3000, не знаю, там, домов жилых, и в них в каждом применяется умный дом, ну, соответственно, все эти решения будут относиться к умному дому, а не умному городу, хотя все они применяются в черте города. Немножко поговорим про российский рынок IoT. Он, конечно, сравнительно меньше пока что. Я бы сказал, что он очень маленький. Вот эта оценка, которую вы здесь видите, это оценка компании МТС. Здесь видно количество устройств, миллионов штук, и выручка в миллиардах рублей. Подчеркну, что здесь речь идет, опять же, именно о датчиках. Вот в этом конкретном исследовании МТС сюда не включаются просто устройства, подключенные к интернету. Например, умные телевизоры, смартфоны и так далее, и тому подобное. Сюда включаются только устройства, которые продаются бизнесу. Это какие-то датчики, там, датчик вибрации, движения, ну, и так далее. Огромное количество. Я не совсем согласен с вот этой оценкой МТС, которая говорит, что B2B сейчас составляет, я бы сказал, ну, по сути, 75% рынка. То есть, огромные, сейчас огромные проекты, как раз, которые реализуются, вот это проекты в B2G. То есть, это какие-то очень крупные концессии. Это проекты по цифровизации целых регионов. То есть, сейчас, например, идет один проект по цифровизации, там, в Приморье, всего Приморского края. И в дальнейшем планируется еще там с десяток таких концессий совершить. Да, в них участвует бизнес, но, к большому счету, это государственные деньги. И я бы здесь, наверное, относил бы все-таки эту выручку к B2G. Мне кажется, что в этом исследовании коллеги, скорее всего, поступили иначе. Вот, собственно говоря, мы подошли к тому, как выглядит типовое решение. Оно состоит из четырех основных элементов. На самом деле, критическими являются вот на данном слайде три элемента. Это первый, второй и третий. То есть, это сенсоры, которые служат источниками данных. Собственно, для того, чтобы вам оцифровать любой процесс, любой бизнес-процесс, вам нужно, чтобы решения принимались автоматически, то есть, либо человек исключался из принятия решения, либо его роль была минимизирована. Для этого вам надо, чтобы там ваши системы, внедренные у вас, какие-то автоматические системы принятия решений, обладали данными. Если для нас с вами зачастую источник данных, например, наши органы чувств, зрение, слух и так далее, то для этих самых систем это как раз датчики, различные датчики. Поэтому сенсоры – это источник данных, источник ключевой ценности IOTа как раз. Второе – это провайдер. Провайдер – это отдельные участники рынка, которые как раз отвечают за передачу данных с различных сенсоров в интернет, либо на какое-то конкретное устройство сразу, либо в сеть интернет, для того, чтобы в дальнейшем по интернету они попадали уже в приложение специализированное, как раз в Эпсе, где бизнес может строить себе отчеты, визуализировать полученные данные, работать с ними каким-то образом, настраивать какие-то сценарии и так далее. И последнее – это так называемые актуаторы. Актуаторами в интернете вещей называют предметы, приборы, которые совершают конкретное действие у жизни. То есть они базируются на полученных данных, совершают конкретное действие. Ну вот пример самый простой. Давайте вернемся к умному дому опять. Например, кондиционер, который подключен, к примеру, к ним подключен датчик температуры. И вот если летом кондиционер получает данные от датчика, что там температура слишком высокая, он включается. Актуатором в данном случае является именно кондиционер. То есть это, собственно, прибор, который совершает физическое действие. Итак, давайте пойдем… Вот, собственно, мы здесь рассмотрели, что есть четыре основных элемента. Вот давайте по очереди, по этим элементам пройдемся как раз. Первое – это технология связи. Есть на сегодняшний день большое количество способов передать информацию с прибора, с конкретного, да, в интернет, ну, или там напрямую на конкретное устройство. Есть большое количество сетей. Наверное, наиболее популярные те, которые мы с вами сразу узнаем на этом слайде, это вот GSM-сети, 2G, 3G, 4G. Наверное, это Bluetooth и Wi-Fi. Это то, что там обыватели знают чаще всего, потому что мы с вами пользуемся ими в повседневной жизни, так или иначе. Есть еще огромное количество других сетей, как видите, здесь вот как раз SIGFOX, это вот как раз протокол связи, запатентованный на компании SIGFOX, французской оператором, которой в России мы являемся. LoRaWAN, тоже очень распространенная в России, NBIO и NBFI, которые, собственно говоря, принадлежат МТСу, это МТС занимается разверткой этих систем в России. И вот вопрос, как выбрать конкретную сеть, которую нужно использовать для того, чтобы решить конкретный кейс заказа. Как правило, сети, вот как вы здесь видите, если, например, принимая решение об инвестиции, вы оперируете координатами риск-доходность, то, когда мы говорим про сети, как правило, оперируют координатами энергоэффективность и дальность действия. Это две такие, ну, наиболее важные характеристики сетей. Почему это важно? Потому что в конкретных кейсах вам надо понимать, какие данные конкретно вы будете получать с устройств, какие данные вы будете передавать дальше и с какой частотой вы это будете делать. Если вы, условно, у вас в магазине, например, приведем пример с ритейлом, вам в магазине нужно анализировать остатки на полках. На сегодняшний день такими вещами занимаются различные системы видеофиксации. И система видеофиксации, то есть, условно говоря, вы понимаете, что у вас установлены видеокамеры, которые там есть искусственный интеллект, который анализирует, сколько у вас на полках осталось товара, и посылает уведомления, например, менеджеру, что там заканчивается апельсина, надо их доложить. В данном случае в качестве информации, которая будет поступать с камер, это будет видеофайл, они достаточно объемные. Понятно, что объемные файлы вы не сможете передать, например, по сети Sigfox, Lora и так далее. Для того, чтобы передавать такие объемные данные, вам нужны сети, например, Wi-Fi. Скорее всего, тут либо Wi-Fi, либо 4G, 5G и так далее. Но в некоторых кейсах вам не нужно передавать данные такого объема. И поэтому, например, применять такие сети, как 4G, 5G, это будет избыточным, потому что у сетей 4G, 5G есть два минуса. Первый – это то, что они довольно сильно разряжают устройство. И если в вашем кейсе, например, нужна автономность, то есть у вас нет возможности подключить датчик, к примеру, к источнику питания, имея в виду не внутреннюю батарею, а именно электросеть, тогда использование 4G сетей этот датчик очень быстро посадит. И если у вас таких датчиков большое количество, вы просто не сможете батареи менять постоянно. Это первое. То, что касается, собственно говоря, скорости разрядки. Второе – это то, что, например, вот такие сети, как CFOX, они, в принципе, передают сообщения очень малого размера. Одно сообщение нашей сети может весить максимум 12 байт. То есть вы не сможете передать информацию в видео, аудиоинформацию по этой сети. Вы сможете передать какую-то маленькую информацию, например, какой-то конкретный параметр, например, открыто-закрыта дверь, какая температура, какая влажность, какой уровень вибраций и так далее и тому подобное. Количество устройств огромное, но тем не менее, вот эти сети, которые сейчас стали развиваться, так называемые LPWAN-сети, то есть сети с низким энергопотреблением, но дальним радиусом действия, они как раз применяются в тех кейсах, где вам нужна автономность, и вы не можете подключиться к источнику питания, где вам не нужно в прямом режиме получать данные, а вы, например, можете делать это, не знаю, раз в какое-то время. Есть условное отделение на так называемую критическую, некритическую инфраструктуру. Как правило, критическая инфраструктура составляет 10% кейсов, которые реализуются компаниями на рынке IOTA. Соответственно, критическая инфраструктура это как раз тот случай, когда вам нужно в моменте, в прямом режиме получать информацию с устройств, например, для того, чтобы предотвратить аварию, что-то еще и так далее. В таких кейсах, конечно, применяются сети типа Wi-Fi, Bluetooth или 4G. В любых других ситуациях, где вам не нужно получать информацию в прямом режиме, вы можете применять другие сети, такие как, например, CFOX, Lora и так далее. Ну вот, собственно, здесь есть некая такая диаграмма, вы можете видеть, например, как раз семейство LPWAN-сетей, против протоколов ZIG-B достаточно популярного и вот 3, 4, 5G-сетей. Видно, что там 3, 4, 5G, они гораздо более дорогие, во-первых, они гораздо больше потребляют мощность, соответственно, сильно разряжают устройство, у них меньше диапазон, но у них, например, вот задержка передачи как раз минимальна по сравнению, например, с сетями LPWAN. Поэтому как раз в критической инфраструктуре всегда используются именно эти сети. Важный момент состоит в том, что IOT это в целом выбор компромиссов, то есть это выбор среди различных, это нет лучшего решения, есть решение компромиссное. Почему это так? Вот если возвращаться к сетям, например, как я в самом начале сказал, их большое количество, но тем не менее, они не все являются конкурентами друг друга. Зачастую они дополняют друг друга, потому что у заказчика есть очень сложная какая-то задача, он ставит перед нами сложную задачу, в которой, например, одной сети недостаточно. К примеру, он понимает, что в какой-то период времени движения актива, например, отслеживание актива, у него нет покрытия, ну там, не знаю, сотовой связи. И он, ну, например, в 100 километров нет покрытия сотовой связи. Тогда мы можем, например, как оператор поставить одну базовую станцию, потому что, если говорить вне черты города, у нас как раз радиус действия базовой станции где-то 50 километров. Мы можем поставить одну базовую станцию, покрыть весь этот участок 100 километров и как раз будет видно передвижение актива на этом участке где нет сотовой связи почему я говорю что очень важно понимать что нет лучшего решения и всегда очень важно искать компромиссы потому что всегда есть какие-то вещи которые противопоставляются друг другу например размер устройства и размер батареи например вам нужно очень маленькое устройство просто метро нет возможности использовать большое устройство значит вам придется использовать маленькую батарея да и вам придется искать компромисс что для вас важнее в данном случае чтобы больше дольше датчик работал или чтобы он все-таки было очень маленьким или например условно говоря какую сеть вы хотите какую информацию вы хотите передавать и автономность потому что я уже сказал если вам нужно автономное устройство то вы не сможете например передавать информацию ну там видео информация аудио информацию точнее говоря это можно делать но такое устройство сядет очень быстро вот представьте условно говоря свой смартфон вот сколько вы пользуетесь им до того как он вас разряжается а теперь представьте что устройство которые работают на вот lp1 сетях в частности на нашей сети и они без подзарядки работают 5-10 лет то есть вы можете поставить одно устройство и на 10 лет забыть про него и она будет работать дальше немножко собственно хотел рассказать про то как выглядят устройства их огромное количество на рынке вот здесь я привел там несколько примеров вот например вот это устройство мониторинга персонала это датчик температуры который ставится не в помещение как правило а в холодильные камеры вот здесь как раз видно вот этот провод это термопара так называемая которая применяется для того чтобы датчик ставили не внутрь холодильной камеры а а датчик ставился снаружи ну точнее говоря передающий устройство ставится снаружи а провод проводится внутрь холодильной камеры потому что иногда когда речь идет о холодильных камерах и контейнерах сам материал из которого сделаны стенки он препятствует передачи сигналу поэтому иногда вот как раз добавляют самую термопару когда датчик находится на конце провода передающие устройство снаружи крепится вот этот senseless Through Это устройство которая позволяет отслеживать передвижение активов, применяется активно в логистике. Кроме того, видят какие-то шоки, например, если там было очень резкое торможение или удар. Очень интересный датчик этот SimplePack, который больше из них, он по размеру примерно с жвачку Orbit. Очень большое количество сценариев использования, до 50 сценариев, может применяться, например, также для отслеживания геолокации. Можно ребенка в рюкзак положить, если переживаете, или собаке на ошейник прикрепить. Или здесь есть также тревожная кнопка, акселерометр, например, который покажет падение или что-либо еще. Но тем не менее, как видите, все эти приборы снаружи выглядят совсем по-разному, но внутри, как правило, они одни и те же элементы содержатся. Во-первых, это корпус, ну понятно, корпус, как правило, отвечает каким-то требованиям с точки зрения удара прочности, с точки зрения проникновения влаги и пыли внутрь, потому что они применяются в очень разных условиях, порой относительно экстремальных. Поэтому корпус – это очень важная составляющая. Далее идет антенна. Антенна нужна, ну понятно, без антенны вы не сможете просто передать данные, которые собрал сенсор, дальше на вашу базовую станцию. Батарея, ну понятно, без батареи автономность никакая невозможна. Собственно, сам датчик, который какой-то считывает, какой-то делает измерения. Микроконтроллер мозг, вот тут вот немножко остановлюсь, потому что вообще микроконтроллер – это одна из важнейших составляющих датчика. Поясню, почему, что я имею в виду. Почему наши устройства могут работать, не только наши, конечно, условно, LoraOne, вот наши конкуренты прямые, их устройства тоже работают до пяти лет. Но почему они могут так долго работать? Одна из причин – это протокол передачи данных, собственно, сам протокол, которым передаются данные. Вторая причина – это как раз настройка микроконтроллера, то есть это программирование. Наше устройство передает 90, ну там 90 плюс процентов времени находится в состоянии сна. То есть они не потребляют практически батарею. И вот как раз в этом состоит секрет их долгого срока службы. Условно, датчик передает менее секунды какое-то сообщение, дальше засыпает и ждет следующей передачи, и просыпается только в следующий раз, когда надо передать информацию. При этом вот эта интервальность передачи информации, она также настраивается. Она может быть там раз в 10 минут, раз в полчаса, раз в час. А в некоторых кейсах заказчику вообще в принципе достаточно получать данные пару раз в день, к примеру. И, конечно, сам модем, который обеспечивает модуляцию сигнала, собственно говоря, чтобы она передавалась именно по определенному протоколу. Ну вот здесь я так немножко, несколько примеров использования, да, там датчиков на базе как раз наших решений. Это буквально единицы примеров. То есть глобальная компания Sigfox, французская, главная наша компания, существует уже там с восьмого года, и в ее экосистеме, поскольку любой производитель устройств, протокол у нас передачи данных, он открытый, и любой производитель устройств может на базе этого протокола сделать устройство. И на сегодняшний день порядка 800 уже решений есть в экосистеме. Там от умного земледелия до умного, умный город, там отслеживание геопозиции, это и мониторинг мусора и так далее. Очень большое количество применений. Здесь я привел такие, которые, ну, скажем так, как раз бьются с концепцией умного дома, да, и наиболее близки нам с вами. То есть, к примеру, вот мониторинг удаленных активов. Я думаю, у всех были там дачи, у бабушек, у дедушек, да, которые находятся где-то очень далеко, интернет не ловит и так далее. И вот вопрос, если мы устанавливаем датчики, каким образом они будут передавать данные. И тут как раз, собственно, радиосигнал может являться решением, если есть покрытие, конечно, у конкретного там оператора, у конкретного провайдера. И можно использовать датчики протечки, пожара, там, перемещения активов, каких-то краш, проникновений в рамках вот таких удаленных активов, где нет интернета, и вы не можете по-другому передать данные с устройств. Также, вот, например, местонахождение детей, то, что я показывал только что датчик SimplePack'а размером с жвачку Orbit, да, или местонахождение домашних животных, тоже актуальный кейс, потому что они достаточно часто теряются, и мы видим там в соцсетях эти посты про то, что потерялась собака и так далее. Это и состояние квартиры, опять же, протечки, пожары. Это местонахождение ваших транспортных средств. И не только местонахождение, по-хорошему можно снимать вибрации с них, для того, чтобы видеть, в какое именно время, например, вы ездите на них. То есть в будущем, по-хорошему, если мы возьмем концепцию умного дома, и вы вспомните, вот сразу вам на ум придут там самые известные российские производители, да, устройства вот в рамках этой концепции, например, там Яндекс, Мейл.ру, мы видим стремительное развитие. То есть за последние годы очень много что появилось, но тем не менее назвать пока дом умным, ну, наверное, сложно, потому что то, что на сегодняшний день, то, чем для нас на сегодняшний день являются, например, те же там колонки, голосовые помощники, это дополнительные средства управления. Но управляем мы с вами. То есть пока что мы в этом процессе принимаем решение, что произойдет, когда там свет должен погаснуть, мы настраиваем сценарии. Но в будущем, возможно, если у как раз вот этих систем, умных систем, умных голосовых помощников появится больше источников данных, будет больше датчиков, больше сенсоров в наших квартирах, да, там в наших транспортных средствах, то вот эти как раз умные колонки, умные помощники, они больше будут погружены в контекст того, что с нами происходит, и смогут сами принимать какие-то решения. Ну, условно, например, представьте, что у вас есть датчик в машине, и вы каждый день ездите на работу по одному и тому же сценарию, да, соответственно, ваш помощник знает, поскольку вы пользуетесь навигатором, что вы ездите по одному и тому же маршруту на своей машине с такого-то по такое-то время, потому что машина заводится в определенное время, в определенное время выключается. И, например, сегодня есть информация, что на маршруте есть авария. И, возможно, вам порекомендует помощник сегодня воспользоваться такси для того, чтобы объехать сложившуюся там пробку, возникшую, по полосе общественного транспорта. Вот когда вот такие вещи появятся, можно будет называть, конечно, уже эти системы умными. Пока что это, я бы сказал, 50 на 50. Ну, здесь просто хотел показать примеры платформ. Собственно говоря, как мы сказали, платформы являются одним из элементов решения в сфере интернета вещей всегда, потому что платформы позволяют работать с получаемыми данными, визуализировать их, настраивать отчеты, настраивать какие-то конкретные сценарии. Вот здесь, например, видите, это пример платформы, как раз которая показывает местоположение. То есть это чаще всего применяется в логистике. Вот здесь видно маршрут, по которому двигались машины и так далее. Вот здесь, например, другая ситуация. Здесь платформа, отвечающая за наполняемость гостиничных номеров или, вот, например, торговых центров и офисных пространств. Как раз вот с этим партнером у нас недавно был кейс с крупной компанией, консалтинговой аудиторской компанией, международной, точнее, с ее российским подразделением по оборудованию их офиса датчиками присутствия человека на рабочем месте. То есть, как вы знаете, уже там COVID, мы все с этим столкнулись, перевел большое количество работников на удаленку. Все больше появляется гибридных офисов, так называемых, где нету жестко закрепленного за конкретным сотрудником места. То есть, по сути, работает система бронирования. То есть вы бронируете место, приходите, садитесь и так далее. Вот как раз эта компания пошла по пути гибридного офиса, и они оборудовали все свои рабочие места, которые нужно бронировать, датчиками присутствия для того, чтобы видеть, если, например, была бронь, действительно ли сотрудник пользовался этим местом, когда он его освободил. Точно так же они добавили эти датчики в переговорки, что на самом деле является очень интересной темой последних лет. Это перепланировка офисного пространства. Есть очень много исследований, если вы посмотрите в интернете, если будет интересно, я скину какие-то ссылки. В плане того, что когда офис закладывается, вот если вы сейчас посмотрите, все, кто работает в крупных компаниях, зачастую есть крупные переговорки, их несколько, даже не одна, на 10-12 человек и так далее. Вот по статистике все переговорки, которые существуют, в 80% случаев их использует максимум 2-4 человека. И тогда возникает вопрос, а для чего делать большие переговорки, если в основном в них нет потребности, а при этом они тратят довольно много офисного пространства. На сегодняшний день вообще, в принципе, на первый план, я бы сказал, выходят переговорки на одного человека. Особенно это видно там в офисах крупных IT-компаний. Кстати говоря, и Яндекс, и Мейл, они уже там не отстают от этих трендов. То есть у них есть там пространство, куда сотрудник может, например, уйти и в тишине погрузиться в какую-то задачу, что особенно актуально в условиях open space. Собственно, заключение к первому блоку состоит в том, что ключевая ценность интернет-вещей – это именно данные. То есть данные, на базе которых в дальнейшем могут приниматься какие-то решения либо людьми, либо какими-то автоматизированными системами. Второй вывод, то, что мы проговорили, что портативное устройство – это очень мощный драйвер роста рынка IOTA. Третий вывод – это то, что любое решение интернета-вещей – это сочетание выбора и компромиссов. То, что мы с вами тоже проговорили, что нет лучшего решения – это всегда какой-то выбор какого-то компромисса. В том числе это связано с пунктом 4, что финансовые затраты не должны превышать выгоды для клиента. И поскольку у клиента есть бюджеты, зачастую это тоже является мощным ограничением в части того, какое решение вы им можете предложить. Ну, собственно, давайте пойдем дальше. Хочу привести один пример и один кейс, так сказать. Пример будет на базе реального референса. И кейс – это такой собирательный образ на базе тех кейсов, которые операторы SIGFOX в разных странах, сейчас покрыто сетью более 80 стран, практически вся Европа, реализовывали когда-либо. Соответственно, первый пример будет – это мониторинг отходов, а второй кейс – это мониторинг персонала. Что касается мониторинга отходов, на самом деле это очень актуальная сейчас проблема, в частности в России, как вы все знаете, то есть у нас там переполнены свалки, мы стараемся идти в раздельный сбор мусора, но на самом деле переход к раздельному сбору – это очень непривиальная история. И вот как раз решение в сфере мониторинга отходов, оно позволяет оптимизировать сбор отходов мусорными операторами для того, чтобы снизить свои издержки, а снижение издержек во многом позволит внедрять те самые инновации, в том числе и датчики в сфере интернета вещей, какие-то устройства и так далее, для того, чтобы перейти постепенно к раздельному сбору мусора. То есть вот, например, конкретное решение – это решение вендоров Сенсонео, так называемое. Оно предоставляет инфракрасный датчик, ставится в контейнер, предоставляет данные о наполненности бака, плюс-минус 3% показывает, то есть условно 3% на полности, 6%, 9% и так далее. Работает с любыми видами отходов абсолютно. И срок службы 5-10 лет, опять же. То есть вы можете взять, поставить этот датчик в контейнер мусорный, и 10 лет забываете про него и все. И дальше он будет передавать, соответственно, через нашу сеть данные, и оператор сможет оптимизировать логистику и уменьшить, скорее всего, количество вывозов мусора. Вот здесь показал просто, хотелось показать какие-то примеры креплений как раз, так, чтобы немножко в реальную жизнь выйти. То есть вот абсолютно в любой бак практически можно поместить там это устройство, и не только наше устройство, и устройство конкурентов, но идея в том, что они на сегодняшний день достаточно гибкие с точки зрения креплений, с точки зрения того, как сделано само устройство и размера, например. И практически под любой мусорный бак оно может использоваться, под бункеры, под все что угодно. Вот конкретный референс, собственно говоря, из Братиславы, очень интересный референс. Небольшой город, то есть население 500 тысяч человек. Этот кейс конкретно был реализован несколько лет назад. Как видите, годовой бюджет города, то есть бюджет города составлял 26 миллионов евро. При этом половина, половина этого бюджета относилась к сбору отходов. Ну, то есть достаточно большая цифра. Объем количества контейнеров и бункеров в городе 20 тысяч, что в принципе, ну, в принципе, это нормальное количество для такого города. Соответственно, власти города подумали о том, что существует проблема, что значительная часть бюджета тратится на сбор отходов, можно ли каким-то образом снизить косты, снизить затраты и оптимизировать процесс, ну, логистический процесс, и, возможно, каким-то образом снизить свои издержки. Результаты внедрения, на самом деле, в данном конкретном кейсе, они реально поражают, потому что снижение числа, вывоза контейнеров на 50%, эта цифра сама по себе, ну, как бы, не, может быть, не такая удивительная, да, потому что, ну, по сути, ну, снизили число вывоза, а что дальше? Но вот эта экономия, которую они получили в течение 5 лет, 20 миллионов евро, по большому счету, то есть, условно, экономия, она не линейна по годам была распределена, но в среднем, если так посмотреть, 4 миллиона евро в год они экономили, и причем это чистая экономия с учетом затрата на решение, IT-решение, при том, что бюджет составлял 13 миллионов евро, то есть, условно говоря, они экономили, ну, там, условно, четвертую часть, третью-четвертую часть бюджета за счет внедрения IT-решений. То есть, это очень интересный кейс, за счет чего это получилось сделать? Во-первых, за счет того, что, ну, скажем так, вот в данном конкретном кейсе, когда мы говорим про мусор, а мусор – это очень сложный бизнес, на самом деле, очень часто мы просто слышим, скажем так, негативные отзывы про то, как работают наши там мусорные операторы, и что уже давно можно было перейти на раздельный сбор. Вот могу сказать, как человек, который там последний год несколько кейсов таких реализовал с мусорными операторами, все, на самом деле, очень сложно. Во-первых, внедрение любых решений, в том числе, IT-решений, оно не всегда может дать экономию, как раз потому, что, например, если у мусорного оператора контракты за государством, почти все параметры сбора мусора уже прописаны в контракте. Это и частота сбора, это и конкретные маршруты, это и время сбора, это и видеофиксация и так далее. То есть, условно, вы можете внедрить эти решения, но вы не сможете оптимизировать процесс, потому что вы связаны условиями договора. Поэтому, вообще, в принципе, мусорный бизнес, на самом деле, довольно сложный. В данном кейсе очень большую роль сыграла платформа. Вообще, любое решение, которое продается мусорным операторам без нормальной платформы, оно, на мой взгляд, нерабочее. Видеть наполняемость баков, это не даст вам ничего практически. Да, в редких случаях для вас, там, не знаю, какие-то есть три бака удаленные, где-то за городом, куда вы выезжаете по заявкам, и вот вы раньше не знали наполняемость, теперь вы ее знаете, вы выезжаете не раз в два дня, а раз в пять дней. Хорошо, но это не массовый кейс, вы не можете все это масштабировать на весь свой бизнес. В данном случае очень важным является математическая составляющая платформы, то есть решение, так называемой, транспортной задачи, задачи конвенажера. Когда при заданном количестве баков, незаданном количестве машин, оно рассчитывает, какое оптимальное количество машины и по каким маршрутам вам нужно для того, чтобы собрать сегодня, в конкретный день, определенное количество баков. Со временем, условно говоря, решая эту задачу, на ежедневной основе вы приходите к тому, что как минимум вы можете уменьшить парк техники, который у вас есть. То есть, условно, у них был парк техники в лизинге, они сократили этот парк, соответственно, сократили затраты и на содержание парка, и на лизинговые выплаты, и на оплату сотрудников, потому что сотрудников нужно было меньше, меньше водителей. Это только несколько статей расходов, которые они сократили. Плюс, они оптимизировали логистику, то есть, и количество вывозов стало меньше. Поэтому отсюда и как раз и получились такие значительные цифры экономики. О чем это говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы понять, сможете вы решить конкретную проблему, конкретно цифровать бизнес-процесс и принести какую-то экономию, вам нужно четко понимать, на какие вещи вы можете влиять, а на какие нет. Как я привел пример с госконтрактов, например, вы практически не можете влиять ни на что. Или, например, если мы говорим про бытовые отходы. Бытовые отходы по нормам вы должны вывозить ежедневно. И понятно, что если у вас и так ежедневный вывоз, вы не можете увеличить этот интервал, датчики вам в этом случае не помогут. Поэтому как раз вот эти устройства, они релевантны в условиях либо раздельного сбора мусора, либо крупногабаритного, например. Потому что в крупногабаритном мусоре он вывозится по заявкам от, например, торгового центра. Рядом стоит огромный бак. Или там со строящимся новым каким-то жилым комплексом строит огромный бак, куда скидывают строительный мусор. И вот когда уходит заявка, там от управляющей компании, например, приезжает оператор и забирает этот мусор. И в этом случае, конечно, можно исключить человека, ну скажем так, из этого сценария, убрать эту заявку, просто поставить датчики, отслеживать наполняемость. Ну и в дальнейшем там реже вывозить этот мусор, либо вывозить действительно по фактической наполненности. Теперь поговорим немножко про следующий кейс, собственно говоря. Это вот такой собирательный кейс. Кейс мониторинга персонала. На самом деле очень интересная история. Я не знаю, трудно в это поверить или нет, но на больших стройках, особенно на стройках, которые где-то удалены, находятся где-то в регионе. Но я не только про Россию говорю, но вот условно это какая-то удаленная от центра, к примеру, страны, область. На таких стройках могут работать несколько тысяч человек. Например, условно 5000 человек, списочная численность сотрудников. Но в конкретный день может выйти 2-3 тысячи человек. То есть, и вот условно мониторить это очень тяжело. То есть, если у вас условно какая-нибудь компания находится в Москве, и вы наняли подрядчика, который занимается строительством, где-то, не знаю, в Владивостоке, какого-то завода, достаточно крупного объекта, несколько тысяч человек. И чтобы, например, следить за тем, чтобы у вас действительно списочная численность совпадала с числом сотрудников, это очень тяжело. И на это зачастую тратятся большие объемы ресурсов. Поэтому, ну, кроме того, существуют прогулы, так называемые, когда люди просто не приходят. Есть факт, когда вы останавливаете какие-то критически важные процессы из-за нехватки ресурсов. В конкретный день, например, не вышли люди. Или вы не знали о том, что у вас закончились какие-то комплектующие. Ну и так далее. И, в общем, для таких огромных строек, где есть площадь, измеряемая в квадратных километрах, где есть сотни тысяч сотрудников, где есть проходная, вот как раз для таких объектов очень актуальны различные средства мониторинга активности работников. Причем они применяются не только для того, чтобы создать средства контроля. Они применяются в том числе для того, чтобы, например, снизить травматичность. То есть можно в приложении отрисовать так называемые зоны, в которых конкретный сотрудник должен перемещаться, и в который он не должен попадать. Это вот как раз на производствах очень актуально. То есть если у вас сотрудник какой-то, да, там из одного цеха не должен ни в коем случае находиться в каком-то закрытом помещении либо в каком-то другом цеху, а он там оказался вдруг, для вас это тоже определенная информация, с которой можно работать. Собственно, вот внедрение нашего решения по мониторингу персонала дает примерно в среднем, вот по тем кейсам, которые были, по крупным кейсам, это и кейсы там в Арабских Эмиратах, в Европе и так далее, они дают в среднем вот такие цифры. То есть и казалось бы, что этого достаточно. Вот эти цифры нам позволяют уже окупить затраты на внедрение решения, которое на самом деле недостаточно дешевое. То есть если там посмотреть, то в среднем на одного человека, да, там, датчик может стоить, ну, если посмотрите наши, наших конкурентов, такое устройство может стоить там от 5 до 15 тысяч рублей. То есть, понимаете, на одного сотрудника повесить 15 тысяч рублей, это достаточно большие издержки. Другой вопрос, что, конечно, есть какие-то гибкие модели ценообразования, например, там, арендная плата, да, и так далее, которая может составлять там в месяц несколько сотен рублей, но тем не менее, все равно это достаточно для строек с 5 тысячами сотрудников, это достаточно большие затраты, да. Поэтому мы понимаем, что вот такие цифры позволяют нам окупить решение, но, как говорит наш СТО, собственно, Ян Штрауф, это только лишь верхушка айсберга. То есть это те выгоды, которые очевидны на момент внедрения решения. То есть это те выгоды, которые заказчик планирует получить. Но когда мы внедряем решение, мы часто видим, что если особенно это решение массовое, что тот объем данных, которые мы получаем, позволяет нам на самом деле получить какие-то еще дополнительные бенефиты от внедрения решения, о которых мы ранее даже не думали. И вот эти бенефиты, это, как правило, две трети от общей ценности внедрения решения. Ну вот здесь немножко просто описано, как, собственно, вся эта история работает. То есть ставится базовая станция на предприятии, одна базовая станция покрывает, может покрыть достаточно большую стройку, как я уже говорил, если это будет открытая местность, не город, в котором, как правило, дальность и базовых станций наших, и там конкурентов, это несколько километров, то вот для таких стройок как раз достаточно одной базовой станции, которая покрывает радиус 50 километров. Соответственно, на работника вешается такой датчик, ну там методокрепления есть разные, очень часто это делается в виде умных касок, например. Их решений на рынке огромное количество, конечно. Многие из них себя дискредитировали, потому что если эти решения разряжаются или плохо передают данные, передают, например, только 50% данных, остальное теряется, то, конечно, они неэффективны. Ну и в дальнейшем через нашу сеть, в платформу передаются данные, дальше по сети интернет, они попадают в приложение, в котором пользуется заказчик для визуализации данных. Либо они могут выгружаться, например, по API, в его ERP-систему, к примеру, где у него уже заведены все данные сотрудников и внутренних процессов. Ну вот, какой выбор надо было сделать, по сути, во всех этих кейсах, для того, чтобы получить, собственно, вот эти цифры экономии, увеличение эффективного рабочего времени, снижение опозданий и так далее. Наше устройство Captures, которое полностью автономное, тем не менее, у него есть внешняя зарядка, его можно подзарядить. Оно работает там без подзарядки даже несколько лет. GPS, точность определения геопозиции сотрудника до 15 метров, что не всегда применимо. То есть в некоторых кейсах, например, заказчику нужно видеть четко, где находится человек, там плюс-минус 5 метров. В таких кейсах, конечно, такие решения, они не применимы. Ну и где-то в среднем 120-140 сообщений в день, это достаточно часто, надо сказать, передача данных. Иногда достаточно и 2-3 сообщений в день. Какие выгоды, собственно говоря, какие выгоды можно получить? Вот смотрите, если, например, до, вы видите, что у вас, ну вот, к примеру, 12 сотрудников, условно, из них там 7 показывают среднюю эффективность, да, там, например, на ваш взгляд, 5, низкую эффективность. Вы не понимаете, с чем это связано. Внедрив мониторинг за сотрудниками, вы не просто добавляете какое-то средство контроля дополнительное. Нет, дело не в этом. Если вы внедряете IT-решение для того, чтобы просто контролировать персонал, скорее всего, это вызовет, ну, только контролировать персонал, скорее всего, это вызовет негативную реакцию. Но вы можете увидеть, например, кто не вышел на работу, кто опоздал на работу, кто перерабатывает. И перерабатывать можно, например, по разным причинам. Можно не успевать выполнять свою норму, да, то есть показывать низкую эффективность и из-за этого оставаться там во внеурочное время. Либо перерабатывать там можно, не знаю, например, иногда переработка приводит к увеличению там получаемых травм на производстве. И поэтому, если вы получаете данные о том, что у вас сотрудники перерабатывают, для вас это всегда индикатор какой-то для того, чтобы принять решение. Вы хотите, чтобы дальше они это делали, то есть, условно говоря, вы говорите, они неэффективно работают, тогда, может быть, не поменять сотрудников, либо как-то поменять, обновить бизнес-процесс для того, чтобы увеличить эффективность их работы. Либо вы позволяете им перерабатывать, но, как правило, на производстве вы платите за эти переработки, и тогда это дополнительные расходы. Ну, собственно говоря, возвращаясь к тому, в чем ценность для заказчика, верхушка айсберга – это как раз затраты на эффективность, то есть то, что вам раньше казалось, что у вас неэффективно работают сотрудники, а по итогу вы узнали, что неэффективно сотрудники работают, а просто выходит только 60% сотрудников на работу. Другие сотрудники вообще перерабатывают, поэтому у них низкая эффективность, их производительность низкая, потому что они устают очень сильно. И почему они перерабатывают, это отдельная причина, отдельный, скажем, вопрос. А кто-то просто постоянно опаздывает и так далее, и тому подобное. И вот затраты на эффективность – это, скажем так, объективно то, что вы получаете при внедрении таких решений. А вот то, что находится под водой, скажем так, это вот эти дополнительные бенефиты, которые вы получаете, скрытые возможности, это, во-первых, улучшение качества, то есть меньше претензий. То есть компании измеряли НПС, например, получали меньше претензий по качеству товара. Почему? Потому что были убраны переработки, были оптимизированы бизнес-процессы. То есть, соответственно, сотрудники меньше допускали ошибок при производстве товара. Поэтому и возникало меньше претензий у конечного потребителя. Далее, снижение риска по охране труда. Вот это очень важно, потому что охрана труда – это вообще отдельная история. То есть там и штрафы платят работодателям периодически. Ну и в целом достаточно, ну скажем так, вообще возникновение любых каких-то таких критических моментов, когда с человеком что-то случилось, и не дай бог, он погиб на производстве из-за чьей-то халатности. Все вот такие вещи надо, конечно, мониторить и отслеживать. И вот, например, настройка зон, в которой сотрудник должен находиться, да, вот зон активности, это помогает зачастую предотвратить какие-то травмы. И не только с точки зрения экономической, это хорошо, потому что штрафы не заплатит работодатель, но и с точки зрения того, что просто убережет сотрудника, то есть что самое главное, собственно. Кроме того, очень важным является, на самом деле, усовершенствование управления. То есть когда у вас, в чем проблема того, что вы не можете, например, прогнозировать эффективность или о том, что у вас люди, они приходят, они выходят на работу либо опаздывают. Когда у вас есть факты опоздания, либо невыход на работу, либо переработок, у вас показатели, там, например, производительности, они будут всегда скакать. А вы не будете понимать, с чем это связано. То есть условно, вы-то не знаете, что там кто-то опоздал, или условно кто-то перерабатывает. И из-за этого вы не сможете прогнозировать надолго, как управление для себя, например, какой-то план по производству, по всему остальному. И вот если менеджер готов брать на себя ответственность, он внедряет решение интернет вещей именно для того, чтобы оцифровать бизнес-процесс, для того, чтобы сделать его более прозрачным, для того, чтобы мониторить те метрики, которые ранее он не отслеживал, для того, чтобы брать на себя больше ответственности перед руководством, вот в таких случаях, как, собственно, наша практика показывает, внедрение решения интернета вещей, оно показывает наибольший результат. Когда такие решения внедряются просто как дополнительный метод контроля, либо люди не понимают условно, они понимают, какие они данные будут получать, они понимают, с какими KPI-ами будут работать. Ну, мы в таких кейсах зачастую даже, на самом деле, отказываемся от совместной работы, потому что, ну, просто банально мы понимаем, что мы проведем какой-то пилотный проект, покажем какую-то эффективность, но масштабироваться у нас не получится, потому что критерии масштабирования абсолютно непонятны. То есть люди не понимают, с какими KPI-ами они работают, для чего им это нужно. Собственно, какие выводы можно сделать из этого примера, из этого кейса? Первое, это то, что внедрение IoT, прежде всего, это цифровизация и повышение прозрачности бизнес-процессов. То есть это не просто получение каких-то данных. Просто так получать данные ради данных, это можно даже не тратить свое время. То есть если к нам приходит заказчик, который говорит, мне надо получать такие-то данные просто так, мы, ну, тоже обладая ограниченными ресурсами, ресурсы, это не только там, ведь деньги, это и в том числе время наших сотрудников, и мы в таких случаях зачастую отказываемся. Второе, что очень важно, это то, на какие KPI ориентируются заказчики, для чего нужны эти данные. То есть если нет такого понимания, тоже зачастую либо надо прояснить это с заказчиком, помочь ему, оказать некий консалтинг, либо надо тоже отказываться от такого кейса. И третий, последний, и наиболее важный момент, это то, что чем больше процент своих активов вы покрыли устройствами, чем большую долю своих активов, тем больше бенефитов вы получите от внедрения этого устройства. Это вот как раз та концепция айсберга. То есть причем этот рост будет нелинейный. То есть если вы условно внедрили там на 30% своих активов какие-то датчики, пытаетесь мониторить некий процесс, а потом внедрили, например, на 60% активов, вот вы не вдвое увеличите, скорее всего, полезность от внедренного решения, а скорее всего эта полезность будет расти экспоненциально. И это очень важно понимать, что массовый IOT несет гораздо больше, больше ценности, чем, например, какие-то единичные внедрения на производстве на 5-10 сотрудников. То есть чем больше количество активов вы покрываете, тем больше ценность, тем большую часть этой подводной части айсберга вы получаете. Ну, собственно, это в целом все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я туда с удовольствием отвечу. Сергей, спасибо большое за классную лекцию. Уважаемый слушатель, пожалуйста, задавайте свои вопросы, включайте микрофоны. А я пока задам вопрос Сергею. Сергей, а можешь привести пример внедрения IOT в России? Ну, на самом деле, какой-нибудь имидж, который на слуху? Ну, то есть смотри, то, что на слуху, это, естественно, ну смотри, то, что на слуху у всех все равно, это B2C всегда. То есть B2C, это условно любые решения, которые сейчас делает Яндекс или Мэйл, я имею в виду, это там, например, умный дом, да, это то, что относится к интернету вещей, и то, что мы все там слышим каждый день. Вот сейчас была очередная конференция Яндекса, на которой они в очередной раз, собственно, рассказали подробно про это решение. Если брать именно нашу компанию, которая работает в B2B-сегменте, кейсов можно много приводить, вот в частности, про один из них, к слову говоря, один из них я привел, это вот как раз работа по мониторингу отходов, то есть мы работаем с несколькими крупными мусорными операторами, я бы сказал, крупнейшими, в том числе в Москве, как раз для того, чтобы оцифровать процесс мониторинга сбора, раздельного сбора мусора. То есть вот это, например, один из кейсов. Также есть кейс очень интересный, которого я тоже частично коснулся, это как раз крупная консалтно-аудиторская компания, которая перешла сейчас из-за ковида на гибридный офис. Вот они переходят сейчас на гибридный офис, и они задачились такой вот вещью, что вот у нас будет несколько этажей, где не будет конкретных мест от конкретных сотрудников, поэтому давайте лучше поставим, создадим систему, для того, чтобы мы могли видеть систему бронирования мест и систему использования этих мест. Это вот такие, наверное, сейчас пока основные наши кейсы, поскольку мы не так давно вышли на Саргузморене. А я думала, у консалтинговой компании будет идея повесить датчики на сотрудников и посмотреть, кто не перерабатывает, те нам не нужны, да? Тех мы сокращаем. Ну, это тоже, в принципе, вариант, но я думаю, они просто понимают, что когда у тебя 100% сотрудников перерабатывают, там и мониторить как бы особо нечего. Ну да, 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 это знаешь, как, мне кажется, диджитализация в СИН, как раз вот повесить датчики на людей, ну ладно, это уж черный юмор. Друзья, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Да, на самом деле, если будут там потом какие-то вопросы, ты можешь мне пересылать там после лекции, там или какие-то ссылки кто-то попросит, я просто перешлю. А ты присылай, присылай, я в любом случае поделюсь с участниками в чате нашего открытого лектория. Да, вот Анатолий. Так. Да, спасибо большое за интересный материал. Анатолий Соловьев хотел спросить такой простой вопрос. Как Айот идет в сторону движимого имущества? Это охранные системы, например, автомобилей, управления автомобилей? Или это все-таки отдельная такая ветка по сути по цифровизации автотранспорта? И они не совсем связаны. Хотя я представляю, где они связаны. Да, спасибо за вопрос. Анатолий, смотрите, на самом деле эта ветка она уже достаточно успешна. Есть уже много решений, которые как раз покрывают вот эту самую ветку и по движущимся активам. Вообще, надо сказать, что вот Сигфокс, это французская компания наша головная, она основной и самый главный сегмент это как раз движимое имущество. То есть это в основном логистика, например, передвижение автомобилей, грузовиков, передвижение какой-то тары, аниматеризованной техники и так далее. То есть в принципе есть уже очень много решений. Вопрос всегда только в том, в чем стоит конкретная задача. Например, сейчас есть такая концепция умный автомобиль, то есть это одна история, когда у вас там внутри автомобиля есть там GPS, например, вы можете его отслеживать и так далее. Другой вопрос, потому что внутри автомобиля вы можете подключить любые датчики к аккумулятору и у вас условно вопрос об автономности не стоит. И таких решений сейчас очень много. В основном это решение по отслеживанию автомобилей, по присутствию, насколько я помню, они в каршеринге иногда применяются, людей внутри. Это важно, потому что мы все знаем кейсы, когда люди ночевали в машинах, в каршеринговых и так далее. Соответственно, иногда ставятся такие датчики. Это датчики вибрации зачастую ставятся для того, чтобы видеть, например, они используются в страховании, то есть когда идет страхование за время использования, когда вы платите не за все время, когда вы автомобилем взяли на год, например, его в аренду, а только за время использования. Например, вы там им пользуетесь, не знаю, там один сезон или там один час в день. Как раз датчики вибрации позволяют увидеть, сколько часов вы им пользуетесь и заплатить соответствующую сумму. Соответственно, ну то есть еще раз, это GPS, это, как правило, это вибрации, это присутствие, это шоки какие-то, например, если была авария, резкий удар, резкое торможение, это датчики движения, то есть, например, стоит актив или двигается. То есть в некоторых случаях вам не нужно видеть его траекторию, вам надо просто понимать, он использовался в этом момент или нет. Соответственно, двигался актив или нет. Вот такие тоже датчики применяются очень активно. Ну и, наверное, это на самом деле это такие основные самые, мне кажется. Ну, конечно, можно применять всякие температурные, влажность, СО2, но это для автомобиля не очень актуально. У них у всех уже есть встроенные системы. Единственное, что добавлю еще, то, что как применяются, например, радио, вот как раз сети передачи данных радио, на базе радио, вот как у нас, например, для, например, случаев, когда кражи автомобиля происходят. То есть, классические датчики, классические датчики уже научились угонщики глушить, это просто, ну, то есть, если у вас автопроизводитель говорит, что мы там сможем ослезать ваш автомобиль, с вероятностью 99% заглушат устройство, и вы его не найдете. То есть, уже как бы воры очень быстро адаптируются. Если ставить, например, наш датчик, который работает на нашем протоколе, его заглушить практически нереально, и, кроме того, ну, поскольку это пока не массовая история, это, в принципе, люди не пытаются делать, они просто не знают, что там стоит такой датчик. Мы даже у нас, мы проводили интересный эксперимент, у нас был там один датчик стоял на пилоте, недалеко от Красной площади, логистико-аппарат проводился. А, как известно, там все глушили просто так достаточно сильно, и вот у нас датчик данный продолжил передавать. Я не знаю, надо ли это было говорить или нет. Вот. Надо, Сереж, за тобой уже выехали, не переживай. Да, ну, в общем, вот это основные кейсы, которые, на мой взгляд, сейчас как раз в отслеживании активов применяются. Есть еще, ну, добавлю отдельно, там, например, я просто не знаю, про что конкретно вопрос. Есть, например, если мы говорим про логистику, про ритейл, очень часто используемый кейс это cold chain. То есть, когда вам надо отслеживать состояние перевозимых там грузов, например, потому что, если вы перевозите, например, продукты питания, вам важно понимать, на ком лежит вина, ответственность за порчу этих продуктов. Например, это компания, которая перевозила, нарушила условия перевозки, да, или, например, где-то на перегрузке, когда перегружали, например, компания, которая принимала этот груз, она нарушила какие-то условия, там, не знаю, долгая перегрузка осуществлялась. И вот для таких как раз кейсов применяются датчики температуры, которые ставятся внутрь фур, да, и потом эти данные с этих датчиков используют в суде для того, чтобы доказать, что вот платить нам страховку, это там, типа, перевозчик, например, нарушил условия перевозки, транспортировки. Вот. Ну, то есть, вот основные кейсы, наверное, cold chain, геопозиция, присутствие кого-то внутри, вибрации, движение, остановка. Ну, наверное, наверное, это вот самые основные. Ну, я думаю, что точно еще что-то есть. То есть, я бы правильно понял вопрос, он был, видимо, про это, либо могу... Просто был общий, и вдобавок он был с основной такой вещью, которую мне хотелось бы узнать для себя лично, это, соответственно, насколько протокол в рамках систем безопасности машины относительно глушения безопасивает. Ну, и как я понимаю, он, видимо, еще, даже если его заглушили, он потом опять включается, и его там можно засечь. То есть, наверное, там... Мне вот это было интересно, я это услышал, для себя отметил. Это чисто такая... Личный интерес был. Личный интерес. Пользуйтесь устройствами, чтобы машину не угоняли. Все правильно. Друзья, есть ли еще вопросы? Пожалуйста, задавайте, пользуйтесь возможностью. На самом деле, ты знаешь, учитывая, что технически даже был вопрос, надо приводить в следующий раз просто нашего СТО. Он, конечно, француз, но тем не менее, по-русски он говорит достаточно хорошо, и я думаю, что он много технических моментов как раз мог бы осветить. Если у вас есть такая, знаешь, публика, которая вот именно интересна технические моменты. Может и надо. Может и надо. А самый экзотический? А вот у Павла есть вопрос. Вот, Павел, пожалуйста. Здравствуйте. Слышно меня, да? Да-да-да. Да, спасибо большое за интересный доклад. Я хотел спросить о взаимосвязи того, о чем вы рассказывали, с блокчейном. Можете рассказать? Это на самом деле, Павел, это очень хороший вопрос. Вы прямо взойдите в корень. Но смотрите, мы сейчас начали как раз углубляться в историю блокчейна в интернете вещей. Я могу сказать, что это можно делать отдельную лекцию на самом деле. Но в целом, резюме следующее. Сейчас на данный момент применения, которые в блокчейне есть, в интернете вещей, они достаточно сырые. То есть их очень мало. Как правило, блокчейн применяется как раз для отслеживания цепочек поставок. То есть условно, когда вы, не просто у вас датчик показывает, что у вас через какие-то референсные точки прошел товар, к примеру, через склад, через разгрузочный цех, там еще что-то. А когда это подтверждено в блокчейне? Есть запись, ее нельзя подделать. То есть есть прям, я, по-моему, хорошо видел приложение, я могу скинуть, как раз поискать вот после этой презентации, если интересно, вам через Леру как раз передам, который как раз один из крупных игроков, которые на базе блокчейна, если я правильно помню, на базе полка Дота, сделали отслеживание цепочки поставок. У них в приложении можно взять любой товар конкретного ритейлера и отсмотреть, когда он был поставлен, откуда он приехал, условно говоря, где, через какие там он склады прошел и так далее. То есть тем самым можно подтвердить с одной стороны то, что это действительно настоящий товар, который отправили из такого-то города и можно узнать, например, свежесть продукции в том числе. То есть пока что основные применения блокчейна, они все крутятся вокруг коллчейна, вокруг логистики. Много об этом говорят, очень на самом деле, многое. Я думаю, что в свое время блокчейн в IOT какую-то революцию сделает 100%. Но сейчас таких вот кейсов, чтобы на слуху прям это было и чтобы это было очень, ну скажем так, нужно, вот с нашей стороны как с компанией, вот я думаю, для чего нам нужно это, к примеру, я таких кейсов особо пока не вижу. Надо отметить, что есть проблемы с безопасностью определенные, например, у открытых протоколов понятно, что эти проблемы чуть более, их чуть больше, чем, например, у каких-то закрытых протоколов. Но нужен ли тут блокчейн? Большой вопрос. Ну то есть, если коротко резюмирую, это то, что сейчас все применения крутятся в основном вокруг логистики и коллчейна. Я могу вот через Леру передать конкретный пример, можете посмотреть. Как раз один, по-моему, из крупнейших сейчас, они там собрали, по-моему, пару десятков миллионов долларов как раз на выпуске там токенов своих, когда на полке делали все это. Так что вот, наверное, один из крупных проектов за последнее время, которые появились, сможете как раз посмотреть, поизучать. Здорово. Других пока. Сереж, есть еще вопрос из чата. Как ты оцениваешь влияние DIY-сообщества на скорость проникновения интернета вещей в повседневную жизнь? Как ты можешь оценить количество таких энтузиастов в России? DIY-сообщества, это что такое? Мастери своими руками, когда ты это делаешь самостоятельно. Ну, то есть, имеешь в виду, что это люди, которые сами будут какие-то устройства собирать? Да, 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 ну, уже собирают наверняка. Ну, слушай, у меня тоже есть, есть на самом деле всякие конструкторы, наборы, я тоже дома там, условно, от Ардуина, да, у меня там есть датчик сенсорный, который я там делал. Это все, в принципе, хорошая история, интересная, но тут надо понимать три вещи. Первое, даже не так, B2G-сегмент, у него очень жесткие требования к тем устройствам, которые заходят в государственные проекты. И, наверное, для вот этого сегмента, вот эти вот, скажем так, мастерские такие, да, импровизированные, по созданию датчиков, они будут неинтересны, то есть туда их брать, скорее всего, не будут. Дальше есть B2B-сегмент. Можно ли это применять в B2B-сегменте? Здесь вот вопрос, вопрос в чем? Вопрос в массовости. То есть, B2B-сегмент, как я уже говорил, IOT, он наиболее оценен, когда он массовый. Если мы говорим про внедрение 5000 датчиков на предприятие, ну, условно, это должен сказать, что это крупный пример, крупного заказа. Обычно они там могут и 100 датчиков быть, и 10. Но, 5000 датчиков на производство, да, например, может ли, ну, какой-то там человек, умелец, вот это DIY-сообщество реализовать такой сложный заказ? Вопрос. И вопрос, если они его реализуют, они все еще останутся в DIY, или они уже станут, перейдут в другую категорию, да, когда они уже как бы профессиональный просто бизнес. Поэтому, я вижу вот применение этого в B2C, наверное, то есть, например, как минимум, смотрите, это может быть очень интересно с точки зрения, например, каких-то hardware, design studio, людей. То есть, например, человек может на, вот как, не знаю, самозанятый делать прототипы каких-то устройств, например, как вариант, дизайн этих устройств и продавать это. Это он может продавать это бизнесу для того, чтобы они делали свои решения и дальше их перепродавали. Он может продавать это людям напрямую через какие-то площадки marketplace. Поэтому, честно говоря, не знаком со статистикой, насколько сейчас много таких умельцев, вот которые это все делают, но я думаю, что это 100% популяризирует iOS. Вот это 100% популяризирует и делает его более доступным, более понятным. 100%. Потому что люди, условно, даже поигравшись с конструкторами, потом покупают какие-то от Яндекса предметы и для них гораздо проще какие-то сценарии, что-то делать, программировать для себя, привел девушку домой, у тебя приглушился свет или ты там что-то еще и так далее. Мы знаем таких умельцев тоже. Поэтому это 100%. спопуляризирует интернет вещей 100%, соответственно, ускоряет его проникновение в массы. С этой точки зрения это работает. С точки зрения именно, чтобы эти люди продавали эти решения свои, у меня видится концепция как раз такой дизайн студии именно с точки зрения и продотипа, и хардвейер, и там может быть какого-то цифрового решения, связанного с этим прибором каким-то новым. С точки зрения B2B, B2G, ну, наверное, не особо. Это уже все-таки профессиональный большой бизнес, там они, наверное, неприменимы. Или нет? Мне кажется, да. Сереж, еще один вопрос из чата. Две хайповые темы ESG и IoT. Как ты оцениваешь влияние интернета вещей на ESG-повестку? Я бы сказал так. Во-первых, на сегодняшний день, когда, ну, есть различные сертификации, которые применимы, ну, в том числе, там, не знаю, например, к зданиям. Вот есть здание какое-то, да, мы продаем ему определенные решения. У производителей решений есть по умолчанию выход, в мему, описание, что, например, вам наше решение даст плюс, там, несколько баллов по такой-то сертификации, которая вот там относится к концепциям ESG, например, вот этой экологической. И, как бы, для вас это будет хорошо, потому что вы будете транслировать такую мысль, что ваш, например, офис, он вот, это новая концепция, это green, такое зеленое здание новое и так далее, вы заботитесь о своих сотрудниках, вы заботитесь там о окружающей среде и так далее. То есть, давайте так, эта концепция, она очень важна, на мой взгляд, то есть у нее еще большое будущее впереди. Мне очень нравится, я видел концепты, в том числе архитектурные, вот как раз зданий. Так, сейчас, секунду. Слышно меня? Так, а я, а скажи что-нибудь. Да, 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 я просто переключил. В общем, я видел несколько архитектурных концептов, как раз зданий, которые сами все чуть ли не автономные, вообще применяют вот как раз различные IT-решения. Мне очень понравилось, это, наверное, еще очень большое, ну, это огромное будущее, но еще долгий путь предстоит пройти. Является ли IoT-драйвером 100%? Поясню, почему. Есть, например, такой термин, как больное здание. Про что идет речь? Речь идет про, в основном, про условия, в которых работают сотрудники. Например, условно, приведу пример с одного из моих мест работы. Я работал там в крупной компании российской, и вот мы сидим в офисе, и есть проблема такая насущная, что кондиционер на некоторых сотрудников дуется нечем на других. Они все время вызывают службу, которая развернет форсунки, чтобы, да, там в сторону. И так получилось, что, меняя вот эти вот форсунки, условно, в разных местах, где-то перекрывая трубы, вы, по сути, блокируете нормальную работу вентиляционной системы. Она уже не работает эффективно. А в нашем случае вообще получилось смешно, потому что у нас закрыли единственную приточку с улицы воздуха, и получалось, что вентиляционная система весь день гоняла воздух, который только внутри здания, не беря воздух чистый снаружи. Ну, не чистый, давайте так, Москва. Свежий. Свежий воздух снаружи. Вот. Почему это плохо? Потому что, когда происходит такая ситуация, у вас увеличивается сильно, например, концентрация СО2, у вас сильно падает влажность. Есть прям четкие параметры, которые там прописаны у нас в ГОСТах и европейскими организациями, потому какая должна быть концентрация СО2, чтобы сотрудник себя чувствовал комфортно. Ну, мы все понимаем, да, что в случае пожара СО2 концентрация большая, нам не очень хорошо, когда дым. Но не только такой критический уровень концентрации, он там мешает. С определенного уровня у вас голова начинает болеть. И вот это термин, как раз, больное здание, он про то, что плохие системы внутриинфраструктурные и плохие условия для сотрудников, которые во многом выражаются в том, что, например, падает работоспособность сотрудников, производительность сотрудников. Чаще они болеют. Критически вырастает с определенного порога передача заболеваний воздушно-капельным путем. То есть вы представляете, сейчас ковид идет, у вас СО2 повышается, вы думаете, ну ничего страшного. А вероятность передачи заболеваний воздушно-капельным путем вырастает в разы, в десятки раз. И то есть понятно, что можно просто проветрить, знаете, форточку откройте, пожалуйста, и как бы проблема будет решена. И вот IT-решения, они как раз в этом очень хорошо помогают. Поэтому, решая вот такие какие-то насущные проблемы, добавляя и популяризируя использование различных IT-устройств как раз в рамках офисов, чтобы получить дополнительные баллы, да, вот как раз по различным там сертификациям, связанным там с экологией и так далее, IT, по сути, популяризирует ESG. Вот в эту сторону это работает, на мой взгляд. Пока что, к сожалению, я вижу, что люди, там собственники помещений, зданий, офисов, они все эти устройства и дополнительные баллы получают в основном для того, что для пиара. То есть, немногие заботятся реально об экологии, но, тем не менее, таких людей становится уже и собственников бизнеса, и топ-менеджментов больше, мы это видим. Поэтому я считаю, что если вот брать две эти концепции, IT поможет развитию ESG 100%. В обратную сторону это тоже будет работать, потому что есть запрос от общества на то, чтобы, да, на развитие концепции ESG, и, соответственно, многие вынуждены, как я уже сказал, ради пиара или что-то еще, применять, а, все, здесь отвис, вынуждены применять IoT-решения. Поэтому это работает в обе стороны. С одной стороны, IOT пушит ESG, помогая тем, кто реально озадачен проблемами экологии. С другой стороны, ESG пушит IOT за счет того, что есть люди, которым не очень важны эти проблемы, но им важен, скажем так, имидж компании и так далее. Вот мне кажется, вот так. Вообще, ESG-концепция довольно важная история, вот мониторинг мусора, к слову, как раз тоже относится отчасти к этой концепции, вот одно из наших решений. Да, Сереж, смотри, есть еще вопрос, там, комментарий, дальше вопрос, что сейчас крупные игроки стали договариваться о единых стандартах и протоколах, собственно, как у вашей компании с интероперабельностью в B2B-сегменте? Ну, вообще, наш протокол, как я уже там на одном из слайдов это указывал, либо я это убрал, я, честно говоря, даже, по-моему, это оставил, но это комплементарный протокол, который часто применяется для того, чтобы дополнить существующие решения, которые существуют уже на других сетях, как я вот приводил пример, например, с отсутствием покрытия, когда переводится какой-то груз, или, например, как резервный канал связи, он очень часто применяется в нашей технологии, например, в случае, если у вас нет света, электричества, да, ну, вот отрубилось, оно не работает, а вам надо, например, послать сигнал на устройство, то есть, так называемый downlink сигнал, то есть, не получить с устройства сигнал, а наоборот, послать какой-то сигнал на устройство, чтобы какая-то команда была выполнена, не знаю, там, перезагрузка, и вы это, например, перезагрузить модем, вот хорошая, да, история, выключился свет, включился, не перезагружается модем, он не работает, да, и что делать, у вас не работает, вы не можете это делать принудительно никак, а вот наша сеть, это как резервный канал связи, вам поможет это сделать, и есть даже такие прецеденты, насколько я помню, с, очень массово внедрены, по-моему, в Европе, вот на базе системы Sigfox, TV-приставки, по-моему, для Smart TV, которые как раз вот мониторятся, находятся они в сети или нет, как раз на базе протокола Sigfox. Ну, вот, сейчас, да, договариваются игроки о каких-то общих протоколах, но на самом деле процесс долгий, и в любом случае мы работаем сейчас на открытых частотах, так называемых, то есть нам не нужно никакое лицензирование, вот, и с одной стороны мы являемся комплементарным, как я сказал, решением, мы дополняем, да, другие существующие сети, ну, с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что очень вряд ли будет принято какое-то решение, например, если вопрос про это, что будет только один какой-то единый протокол, централизованный, очень вряд ли, потому что, во-первых, большая, ну, большие игроки конкурируют друг с другом, да, там, если брать, там, хорошо, МТС, НБАЙОД, СТРИЖ, Ротенберг, конкурируют друг с другом, и, в общем, вряд ли они согласятся на то, чтобы остался только один протокол, это первое. Второе, если будет только один протокол, катастрофические доработки потребуются для того, чтобы все решения, которые работали на других протоколах, перевести на новый, вот, если вопрос про это, я надеюсь, я ответил, если вопрос чуть про другое, тогда, можете уточнить, я доотвечу. Хорошо, Сереж, а какие самые экзотические кейсы из практики ты можешь привести? Ой, Лер, и Ася, давай я приведу тот кейс, который я тебе рассказывал. Давай, давай. Если ты помнишь его или нет, в общем, я не знаю, есть ли здесь любители фильма «Форсаж», но не так давно, в общем, мы общались с одной компанией, компания-производитель, ну, то есть, у них свое производство, они производят там запчасти автомобильные, не будем говорить, кто это, но, в общем, идея следующая, у них возникла проблема, что они из пункта А, пункт Б, возят, перевозят грузы, грузы перевозят на небольших газелях, грузы там, это как раз те самые запчасти, да, которые либо нужны для производства каких-то следующих, более сложных запчастей, либо они уже произведены, просто их привозят там, в том числе там подшипники и так далее. И оказалось, что у них на маршрутах их периодически грабят, на одном и том же маршруте, но грабят, скажем так, без определенной периодичности, то есть, никогда нельзя угадать, когда тебя грабят. Они разговаривали с водителями, водители говорят, что они не понимают, они нигде не останавливались по пути, они вообще ничего не знают, машину не открывали, ничего не делали, при этом приезжают, а из машины там пропали несколько каких-то запчастей на разные суммы, там от 40 тысяч рублей иногда до миллиона рублей. В итоге, все водители начали рассказывать одну и ту же историю, что существует какая-то банда местных, так называемых, ну условно, это не условно, это якобы есть какая-то банда ярославских там, в общем, налетчиков, которые живут там где-то в деревнях, и в определенное время они выезжают, и грабят машины, но каким образом они это делают? Вот это вот сейчас для любителей фильма «Форсаж». Спереди, перед грузовиком заезжает машина, которая просто, ну, начинает немного сбавлять ход, чтобы, да, там, ну, примерно скорость была, там, ну, условно, километров 60, например, в час. Сзади подъезжает машина без лобового стекла, откуда выезжают местные умельцы, якобы из какой-то деревни, которые остались без работы после закрытия какого-то, якобы, предприятия. перелезают на капот машины, прыгают в грузовик, выгружают оттуда товары, возвращаются в машину и уезжают. Одна машина, вторая. А когда я разговаривал с человеком, который, собственно, как раз отвечает за безопасность в этой компании, он говорит, мы не верили в это, ну, это глупость полнейшая, но дело в том, что мы должны были с правоохранительными органами, взаимодействовать для того, чтобы их поймать. Их поймали, и оказалось, что это правда. На что я ему сказал, что этот кейс 100% может быть реализован только если водители каким-то образом в это вовлечены. По-другому, какие-то непрофессиональные умельцы, условно, из деревни, без лобового стекла на «Жигулях», а это «Жигули были, вряд ли могут совершить такую сложную, скажем так, махинацию. И вот от нас как раз просили отслеживать те самые краденные товары, датчики закидывать в эти тары, чтобы потом их отследить и найти этих как раз умельцев. Вот это был, на мой взгляд, кейс, я очень удивился, то есть я просто представил себе, как это происходит, где-то вот дорога такая узкая, одна полосочка, где-то вот у нас в регионе, и вот едет, и вот сзади подъезжает, в татуировках лысый такой мужчина какой-то, типа Вина Дизеля, вылезает из машины, из «Жигули» и перелазит, прыгает. Вот это был, конечно, кейс невероятный просто, пожалуй, из последних, то, что было. DIY-умельцы. Вот где они. Ну что, друзья, я так понимаю, больше вопросов нет. Сереж, спасибо тебе большое за отличную лекцию, очень было интересно. Ждем с новым рассказом про блокчейн в интернете вещей в следующем сезоне, в следующем году, в 2022. Спасибо всем, кто был в открытом лектории. На следующей неделе у нас будет лекция «Основные проблемы современного банкротного права». До встречи в четверг. Да, спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok